Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 2 июня 2011 года. Блогер из Тельми, бывший следственный работник Бессонов Алексей Борисович. Но вы знаете, сегодня в Пермском крае прошло сообщение, что опять задержан принеситель Покрового района за взятку в 1 миллион рублей. Ну и в общем, так сказать, уже не секрет, сегодня говорят прямым текстом, что все прокуратура в Московской области арестована, все прокуроры районов арестованы и решается вопрос о определении виния. Я думаю, что там чуть ли не 210-е будут им предъявлять, организация сообщества преступного. Ну, превышение однозначно там есть, не знаю, доказать или доказать взятки. И вы знаете, что такое прокурор или следователь прокуратуры берет взятки? Конечно, это СССР был. Безусловно. Я хочу сказать, что не надо для иллюзий. И в КГБ брали взятки. Не надо, так сказать, каких-то иллюзий и так далее. Конечно, это не было повальным, или, ну, скажем, в 89-м году все Одесское управление КГБ было посажено на скобил посадимых за то, что во время, когда уезжали евреи, из СССР, они занимались медицинским контрабандом, то есть вывозили там и так далее. Но в СССР тоже брали взятки. Но этого не было, по-моему, это были из ряда вон выходящие случаи, да. И санкция была однозначно. За это расстреливали. То есть приговоры судов, что лишили законы, если у людей расстреливали. Понимаете? Я не говорю, что нужно это расстреливать, но мы же зашли в тупик. Понимаете? У нас нет прокуратуры. Давайте откровенно. Прокуратуры, как таковой, у нас нет. Вот в советские годы, ну, были недостатки, конечно, может быть, были недостатки в теории, может быть, где-то в чеках части какой-то, может быть, прямолинейностью концепцию социализма, правовая концепция страдала и так далее, какой-то определенный. Но правоопределительная практика, позитивное право, да, право как нужно, она работала, прокуратурская система работала. Вообще-то это был образец, идея работы прокуратуры. Все, что положено, все, что прописано, государство декларировало. Я по своей системе говорю, по КГБ. Когда говорят, что там блатные были, ничего подобного. Ну, был процентов, может быть, 5-7 блатных, ну, и то, как правило, это были лучшие ребята. Это были очень, если сыновья там, руководства, ну, не КГБ в основном, а партийных руководителей, то это были, я учился с ними, это были очень приличные ребята. И, так сказать, высочайшей культуры, высочайшее, так сказать, образование. Ну, в общем, приличные ребята были. Ну, и мы, я вам хочу сказать, что тоже нормальные ребята были. То есть, в основном, так сказать, после армии, уже с какой-то определенной мотивацией, активные такие, очень крепкие, да, с желанием справедливости и так далее. То есть, проходивая система без этого не может быть. Если мальчик идет в проходивую систему без желания справедливости, да, так сказать, правды справедливости, проходивая система гибнет, она погибает. Вот сегодня она погибнет. Туда пришли блатные пацаны, я знаю ФСБ, что еще творится. Все, они уже не наплевать там, кто украл, этот виноват, не виноват, так сказать. Они очень умные, но это по-своему, как дети умные, по-детски умные. Без этого не может быть проходивая систему. Человек должен быть мотивирован на справедливость. Он должен конфликтовать, у него другая профессия, он не должен быть хорошим человеком. Нам не нужны хорошие ребята. Пускай хорошие ребята работают в ресторанах, там, в бизнесе, там они пускай договариваются. То есть, должны быть конфликты, ребята. Они способны, так сказать, конфликтовать, сажать и так далее. К сожалению, сегодняшняя руководство прокуратуры ничему к этому не способна. Поэтому нужны кардинальные меры. Меры, направленные на... Во-первых, нужно, видимо, возвращать, может быть, только кого, кто остался. Проводить деинциализацию проходительной системы. Пускай будет начальником, допустим, Академии ФСБ Дьяков. Ему сейчас до 70. Ну, в конце концов, 70 лет – это не тот возраст, ему уже не надо в пистолетах бегать. Но ему задача организовывать научную работу. Пускай он куратором будет. Я знаю, у нас были кураторы, да, молодые следователи, не способные еще расследовать. Тогда их каким-то прикрепляют куратором. Пускай Дьяков будет куратором ФСБ, в кадровых, кто там еще остался. Пускай они будут кураторами, пускай они курируют кадровую политику, потому что мы попали в тупик. Нам такая проходительная система не нужна. Нам нужна нормальная проходительная система. Бандит должен быть бандитом, мент – ментом, полицейским – полицейским, прокурор – прокурором. Это нормальные, так сказать, прописные вещи. Вот. Поэтому я считаю, что руководящие должности кураторами должны прийти люди, бывшие из КГБ, пускай пенсионеры, ну, так сказать, нормально, пускай они работают. Их задача именно наладить систему управления внутри проходительной системы. Потому что мы ее потеряли. Ну, что толку у нас прокурор края, белых фамилий у него, да, белых, ну, фамилия даже какая-то, ну, не будем, и так далее. Ну, что толку от них? Я знаю его брата, братца, я знаю этого, я знаю его семью. Не способен человеку быть прокурором. Не способен. И возраст не способен, и по моральным качествам не подходит. Не подходит. Таким прокурором быть не должен. Поэтому, что сказать, надо какие-то выводы делать. Ну, самое удивительное, что это руководство страны, которая сегодня расставляет фишки, кадры, оно не способно видеть там кругом дети все свои. Дети, знакомые, друзья. Во-первых, это нарушение 32-й стадии Конституции, равных доступ к гражданам, государственной службе, которая гарантирована. И при определенных условиях это вообще здесь уже шеста. Превышение должных полномочий, когда ты назначаешь друга, знакомого своего, государственную должность. Ну, по этому плану Викторович Лехович Лехович, конечно, он, как сказать, был беспощаден. Как потолоков, он там вскрывал, квалифицировал. То же самое нам нужно. Нам нужна нормальная проехательная система. Но, к сожалению, они это не способны. Я выдачусь, и мы не пойду. Почему? Потому что их самих надо сажать в тюрьму, надо поднимать дела. Все преступления, где замешаны чиновники, мошенничество, взятки, превышение должных полномочий, а весь бизнес он такой. Откаты и так далее. Это все, кстати, 10-е. Организация сообщества преступников. Почему? Потому что он не только сам берет, но организует вокруг себя. Ну, это надо квалифицировать все. Потом, ну, что это за санкции? 4-3 года. Даже за взятку получается 7 лет. Ну, что это за безобразие? Я работаю, так сказать. Все мои коллеги бывшие из КГБ, кто уволился, ветераны, так сказать. В МВД у нас есть. Прекрасные люди. Вот со мной бывший КГБ, нашего откома КПРФ Юрий Николаевич. Умницы, так сказать, и так далее. Все, как что-то, где-то подрабатывают, копейку экономят, все как-то, так сказать. Ну, живут в рамках законодательства. А эти, посмотри, миллион туда, миллион туда. Ну, это та-да, гвардии же, посмотри, они же. Даже в эти годы себя очень достойно. Никто, как правило, ничего не замешан. Никаких делах, и так далее. Все потому, что, ну, у людей внутренне стержень, есть внутреннее понимание того, что есть какие-то условности есть, какие-то, так сказать. Нужно что-то побаивать, что-то не... У нас есть тепляшка. Секретарь Войкома Бушилинский. Умница. Он, кстати, занимался в свое время, ну, церковью, проблемами, делами церкви занимался. Ну, это и работа была, он выполнял государственные поручения, чего-то такого нет. То есть, ну, его задача была в 80-70-е годы, ну, людей убирать от церкви. То есть, я открытым текстом говорю. Да, действительно, но он ее делает очень деликатно, и так далее. И вот он, мне это просто до боли просто стыдно стал. И у него проблемы с глазами, операцию не может сделать, и так далее. Динитные, получается, мизерные копейки. Но я хочу сказать, что он сдал квартиру, с какой-то дочери своей. Сдал квартиру и спрашивает меня, а как с налогами, как я? Я ему говорю, слушай, забудь, ну, прекрати. Закон не дых тебя написан. Он записан для того, чтобы тебя защищать, вас защищать. Потому что вы и так ничего не нарушаете. Вы и так, так сказать, они с вами сделали, что захотели. Вы забудьте, ничего не будет, так сказать, никаких налогов. Никто ничего не узнает. То есть, настолько люди, вот, ну, действительно, так сказать, они живут в той системе, в системе, которая была. Что-то побаиваются и так далее. Нормальные люди. И задача, чтобы их защищать, чтобы им что-то дать. Потому что они уходят, и уходят, так сказать, ну, что вот он заработал. Причем это был, чередар, ничего не было. Ничего получил квартиру Мотовелихи. Двухкомнатную с женой и с дочерью. И все. И ничего. Ни квартир, ни машин не было, ни дачи. Потому что нельзя было. Секретарь Ленинского райкома. Это нельзя, это нельзя. Что люди скажут. Была крупнейшая организация Ленинского. КПСС. У него. Крупнейшая, мощнейшая была организация. Центрального района города Пермь. Ничего. И у меня просто горло. Там, ну, салон, живешь, так сказать. За полочки, за полочки, так сказать. И так далее. Ничего. Но та жесть нельзя надо. Все-таки любшие какие-то условия создавать нормальные. Потому что они из этого заслужили. Всю экономику, всю страну держали на всех ключах. Да, люди видели, да, их не любили. Но у него другая профессия. Поэтому нам не нужна такая проходная система. Они ничего не могут сделать. Поэтому я считаю, что должны быть кураторы. Кто-то остался, может быть, прикреплять и так далее. Но нам надо ввести там порядок. Потому что они похоронили проходную систему. Миллион, то есть, пацан взял взятку для возбуждения дела уголовного. Но только эта верхушка всплыла. А что там вытворяют? Не буду говорить. Поэтому уже все это сажать, кто рядом был, почему не донесли, не доложили и так далее. Ну, это же безобразие. Безобразие. Это особо тяжкий состав преступления. Прикор, совершающий данное преступление, это подоник. Подоник. Потому что, ну как, это тоже врач, который знает заведомо, что надо лечить, а он будет убивать. Да? Как бы тяжело ни было, но я не нарушаю законодательства. Я бы полгорода мог кинуть так же. Мне люди доверяют, приходят, просят и так далее. Я бы, ну, миллионы мог бы воротить и так далее. Но есть какая-то слость, есть какие-то, так сказать, внутренние критерии и так далее. Поэтому нет, это нужно прекращать. Судебная система вообще надо все распускать, потому что там это безобразие, что творится. Поэтому такая ситуация. Мы погибли, похоронили прохранительную систему. Ее нужно восстанавливать. Нам не нужны хорошие люди в прохранительной системе. Это не та профессия. И вы, и вы, и вы, и даже, даже это понять. Все, спасибо. Бессонна, проксидая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok